Кража в детском магазине попала в объектив камеры видеонаблюдения. Правда, украли не игрушку, а сам настоящий сотовый телефон, который принадлежал девушке-продавцу. Вот что рассказывает сама потерпевшая. Я по нему разговаривала, я, ну вот, разговаривала по телефону, пришла девушка, вот та беленькая. Ну, договорила и положила. Никого больше нет. Потому что никого нет. Я подошла, ее обслуживаю. И вот оно, вот это вот. Заходит ты раз к этим. Я подумала, это подросток. И я думаю, какой хороший мальчик, и раскраски смотрит у такого возраста. Потом очень сильно начала шевыряться в раскрасках. Прям вот как-то вот так вот. Сейчас здесь будет видно. Свою красную сумочку кладет на мой телефон. И вот сейчас в этот момент вот руку сует, чтобы вот под этой мой телефон. Вон. Она вот этой рукой шевыряла, я же там стою. Она шевыряет, а сама вот там. И так сильно шевыряла. Вот так вот шевыряла. Вот так. Я еще думаю, надо же это, как его. Молодой мальчик, мне так показалось, что это мальчик. А так в раскрасках шевыряется. А дальше он ушел. Ну, она ушла резко. Я с этой девушкой закончила. Значит, расплатилась. И думаю, надо мне, ну, слышь, что я звонила, опять позвонить. Смотрю, нет телефона. Давай с простого телефона звонить. Звоню, значит, это... Абонент не отвечает уже у меня. Ну, вот я подала заявление в милицию. Ну, мне показали там фотографию. И говорят, вы, говорит, узнаете? Я говорю, ну, в принципе, да. Я говорю, ну, я больше ее видела сбоку. Вот. И потом они там еще несколько человек встали, стали смотреть. Говорят, да нет, точно-точно она. Они, видимо, ее знают. Я говорю, а кто она такая? Наркоманка. Вообще, если честно, мне на сотовый не везет. Ни мне, ни сыну. Вот у нас то и дело воруют сотовый. Вот то и дело. Нет, я уже не знаю, мне на лямке, что ли, его куда-нибудь привязываются. Кстати, если вы узнали воришку, просьба сообщить об этом по телефону автозаводского РОВД. 256-0202. Продолжение следует.